На российских курортах подводят первые итоги эксперимента по введению курортного сбора. Несмотря на него, туристов стало больше. А полученные деньги уже пошли на благоустройство и развитие инфраструктуры. Только Северный Кавказ получил 260 миллионов рублей. Анна Курбатова продолжит тему. Последний удар молотка и главная туристическая тропа в Железноводске теперь выглядит так. Мцири, Белла, Печорин, Княжна Мэри. И вот здесь Бородино. И Бородино. Лермонтовский теренкур. Так называется этот маршрут. Здесь повсюду обновленные скульптуры с названиями произведений классика. А 2300 метров. Вокруг горы теперь с освещением и бесшовной плиткой. А как вы относитесь к курортному сбору? Вот этот теренкур построен уже на его средствах. Если он будет именно так благоустраивать горжеводск, положительно. Замечательно. Это небольшие средства с каждого человека, но зато вот какая красота везде у нас. Мы третий год приезжаем сюда. И, конечно, первые два года мы ходили. Я вот эти все кочечки, камешки чувствовала на своих ногах, подошвы. И устала, больно было. Сейчас мы идем. И просто восторг, удовольствие. Железноводск – первый город в стране, в котором уже видно, на что пошли собранные деньги. Догоняют ессентуки в скверень. Строят фонтаны и колоннады. Работать день-ночь и в Пятигорске. Благодаря курортному сбору парк «Цветник» начнет оправдывать свое название. Одних только цветов станет в четыре раза больше. Здесь будет пальмовая аллея, там мирт, магнолия, тюльпановые деревья. Это далеко не полный список всего. Появится более 180 тысяч растений. А еще новые дорожки, бордюры, скамейки точь-в-точь, как в 19 веке. Курортный сбор в этом году введен в трех регионах страны. На Ставрополье, Алтае и в Краснодарском крае. В каждом свой тариф – от 10 до 50 рублей в сутки. Плата при заселении в гостиницы и санатории. В Министерстве по делам Северного Кавказа подсчитали – в этих регионах уже собрали более 260 миллионов рублей. Это Сочи. Солнце, пальмы, ноябрьское море. Оттока отдыхающих, чего так боялись ательеры, не произошло. По сборам – рекорд. Только по городу Сочи было собрано порядка 50 миллионов рублей. План был до конца года порядка 37 миллионов рублей. А это заснеженная Белокуриха, минеральная вода, горный воздух и тоже туристы со всей страны. 30 рублей – это небольшие деньги. Это вклад, это вклад каждого человека. Такие вклады – практика более чем 20 стран. Не нова, как оказалось и для России. Сбор с отдыхающих здесь брали еще 100 лет назад. Разве что назывался он тогда не курортный, а городской. В этой редкой книге 1910 года о нем в деталях платить за себя, детей, прислугу приходилось даже, чтобы просто прогуляться по парку. Плату с туристов брали и позже – с 1991 по 10 рублей с человека на протяжении почти 15 лет. Между тем, курортный сбор образца от текущего года рассчитан на 5 лет в качестве эксперимента. И, судя по этим кадрам, пока успешного. Анна Курбатова, Сергей Табала, Алена Евсикова, Виктор Ангелов, Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok